То, что делает Росстат, это очевидные приписки и никакого 2% роста экономики в России нет. И вы знаете, вот подмога пришла, то что называется, откуда не ждали. То есть обычно власть критикует люди все-таки независимые, которые где-то на стороне работают и с госаппаратом не связаны. Но тут довольно резко высказался главный экономист ВЭБа, вот этого самого главного крупного государственного банка развития, который финансирует всякие государственные инвестиционные проекты. Андрей Клепыч, покажите первую картинку. Главный экономист ВЭБа сказал, что он не верит в рост экономики в 2,3% нарисованный Росстатом. И по его оценкам он составляет всего 1,5% мы сейчас на этом остановимся, это очень важно. Но если вы помните, мы в предыдущих передачах разбирали вот разные вранье Росстата по всем компонентам, где он делает приписки в промышленности, в инвестициях, в строительстве, в сельском хозяйстве и в зарплатах. И вот я тогда высказал предположение о том, что на самом деле реальный рост экономики, если вычесть все эти приписки, он скорее всего где-то около нуля и находится на уровне 0,3-0,4%, а даже не полтора. Почему это на самом деле важно? Дело в том, что Клепыч это не просто какой-то там один экономист одного из банков, этот человек очень давно известный в нашем экономическом мире, и мы с ним давно знакомы. Вот покажите, кстати, ностальгическое фоточка, это как мы сидим с ним на каком-то совещании у Грефа много лет назад. У нас с ним довольно разные взгляды, то есть он такой государственник, он поэтому в ВЭБе и работает, он верит в эти всякие государственные инвестиции, промышленную политику, банк развития и так далее. Ну, я много раз здесь в передаче своей объяснял, почему это все ерунда, и не знаю уже сколько триллионов еще надо выкинуть, чтобы вы убедились, что государственные инвестиции не работают. У нас уже много лет такого опыта накоплено, и, как вы видите, никакого экономического роста это не дает. Но у Клепыча все-таки очень серьезная репутация в экономическом мире, как одного из наиболее аккуратных и щепетильных экономистов с точки зрения цифр. Это человек, который хорошо известен тем, что он всегда очень аккуратен с цифрами и не позволяет никаким фишингом заниматься там в плане статистики и вот этой всей ловли рыбы в мутной воде. Поэтому то, что вот Клепыч подверг сомнению цифры Росстата, это очень серьезно. И это очень серьезно еще и вот почему. Дело в том, что 10 лет до того, как прийти в ВЭП, Клепыч фактически работал главным экономистом в Министерстве экономического развития. То есть он с 2004 по 2008 возглавлял там департамент макроэкономического прогнозирования, а с 2008 по 2014 он был заместителем министра экономики, который как раз курировал вопросы макроэкономической политики и прогнозов. И получается таким образом, что это уже второй бывший главный макроэкономист Минэкономразвития, который в последние недели выступил с резкой критикой данных Росстата и подверг сомнению их достоверность. Первый был Кирилл Тремасов, бывший начальник тоже макроэкономического департамента Минэкономразвития, который, кстати, был гостем нашей программы. И он ведет еще на отличный телеграм-канал об экономике Russian Macro, подписывайтесь, кстати, на него. Он тоже активно высказывался в последние недели, что он не верит тем данным и тем пересчетам, которые проводит Росстат. И вот резюмируя это, можно сказать, что когда два бывших главных экономиста Минэкономразвития в последние десятилетия, да, говорят, что они не согласны с данными Росстата, вот так публично на эту тему выступают. Ну, это значит действительно, что этим данным верить нельзя. А почему это все важно? Ну, казалось бы, ну вот они сказали, какой-то экономический рост, там у нас 2%, ну ха-ха-ха, посмеялись и забыли. Вот мы сейчас присутствуем при том, как рождается на самом деле история. Вот это все будут в экономической истории активно вспоминать и анализировать, примерно так же, как советские приписки 70-х, 80-х и пресловутые хлопковые дела, там молодежь, которая не знает, может загуглить это все, да. Мы сейчас вот находимся в официальном периоде государственной политики, фальсификации, статистики, и очень важно это все фиксировать. Потому что сегодня Дима Медведев, утильный король, выступал там где-то и сказал, что то ли он статью какую-то написал, я уж не так слежу за этим персонажем, да, потому что это бессмысленно. Но он сказал, что вот у нас третий год подряд экономический рост. Ну вы прекрасно знаете, да, как у нас с экономическим ростом дела обстоят. Так вот, они это будут везде повторять всем в уши, типа, что вы жалуетесь, вот что вы ноете, да, что у вас что-то не так. У нас экономический рост, у нас экономический рост. Очень важно здесь с цифрами и фактами в руках все это опровергать, что мы и делаем в нашей передаче. Но, а вот что сделали власти, когда такой серьезный игрок и, в общем-то, один из главных идеологов экономической политики последних лет и политики наращивания государственных инвестиций, как Андрей Клепович, высказался в том духе, что Росстат неправ и что-то привирает, да. Что, устроили проверку в Росстате? Сказали, нет, 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 раз такой авторитетный экономист нам говорит, значит, типа, что-то не так, и мы проведем пересчет и проверку, и уточним. Нет, они заткнули рот Клеповичу. Вот покажите третью картинку, да, они заставили его отозвать заявление, запретили ему общаться с прессой и удалили все его комментарии про нарисованный рост экономики с сайта ТАСС, который их первым опубликовал, да. Ну, то есть, вот это классика, да, значит, у нас... Это вот сразу нам объясняет, что эта кошка, она очень хорошо знает, чье мясо она съел. И что правительство сознательно отдает себе отчет о том, что оно врет. И в том, что статистика официальная является не более чем приписками, а в реальности никакого роста экономики у нас нет. И если бы они хотели установить истину, они, конечно, после такого серьезного заявления Клеповича устроили бы проверку и разобрались, еще раз пересчитали, что там мутит Росстат, да. Но они Росстат не тронули, а заткнули рот Клеповичу. Это прямо вот говорит о том, что они очень хорошо понимают и сознательно занимаются этими приписками и враньем. Субтитры сделал DimaTorzok